Всем привет! Вы на канале Азур, меня зовут Вася, и мы продолжаем с вами проходить диско Элизиум. В прошлый раз мы закончили на том, что мы узнали про проклятие какого-то здания. Сегодня будем смотреть, что это за проклятие. Нам запретили заходить за эту занавеску. Мы за нее зайдем. Перед тобой висят покрытые пылью и потрепанные временами занавески. Они словно дразнят тебя. Все, мы их распахиваем. Ты видишь тускло освещенное помещение, заставленное пыльной мебелью и каким-то хламом. В конце виден дверной проход, вешанный десятками пугающих амулетов в форме клетки. Твой силуэт зловещей тенью вырисовывается на этой двери. Я вас предупреждала! Вы выпускаете на волю силы, не подвластные вашему разумению. Ну не подвластные, не подвластные, что бубнить-то? А мы их подчиним. Призрачные силуэты, сушилок для волос. Слегка отрогинный портрет мужчины. Человек на этом плакате похож на Гиома Доминьона. Ооо! Наш кумир! Перед тобой простоя тяжелая дверь без ручки, вся увешанная десятками, если не сотнями талисманов и мелких побрякушек странной формы. Судя по всему, она заперта. Ну постучать по двери. Только эхо. Здесь никого нет. Выломать дверь. Неудача или успех? Ага. Все, понятно. Срочно восстановите здоровье. Ау! Блин! Какому идиоту могло прийти в голову и вбежать в дверь? Ты что, не в курсе, что это больно? Я не в курсе. Ты чувствуешь что-то в груди. Неестественное давление. Оно расползается по левой руке, по челюсти. Все плохо, да? Очень, очень плохо. Конец настал. Вот как плохо. Попытаться сохранить сознание. Ты чувствуешь лишь слабость и боль. Выстоять не получается. Все мы рано или поздно сдаемся. Боже, как темно. Ты даже не видишь ее лицо. Хотя всегда думал, что увидишь. Но есть лишь боль и страх. Угу. От сердечного приступа скончался полицейский. Вчера скончался лейтенант РГМ. Его внезапная смерть, однако, не стала неожиданностью для его знакомых. Он пил больше всех, кого я когда-либо знал, заявил начальник покойного, капитан Лотомей Прайс. Вот мотор и не выдержал. Детектив Честер Мэклейн, друг и коллега умершего, тот прокомментировал случившееся. Он, конечно, любил выпить. Но сердце его было разбито задолго до сердечного приступа. Согласно официальному заявлению РГМ, лейтенант был в двух шагах от разгадки дела об убийстве. Здорово, конечно. Значит, больше не пытаемся выломать эту дверь. Я поняла. Просто откроем занавески. Посмотрим на эту дверь и уйдем. Грустно, конечно. Мы настолько бесполезны. Так, давай. Постучись в дверь, постучать. И уйдем отсюда. А у нас есть хоть какие-то хилки? То будет странно, если у нас никаких хилок не будет. Так, ну в дверь пока что мы попасть не можем. А здесь что за книги лежат? Эти полки погружены книгами из одной серии. Повсюду имя Дик Малин. Среди детективов затерялась парочка страшилок, объединяющие душу историю о шпионаже и безрассудстве. Уважаемые, это что за детективы? О, криминал. Ограбление, убийство. Она понижает голос. Даже преступление на сексуальной почве. Хорошо, что у нас есть Дик Малин и его истории. Вы же полицейский, само собой вам стоит приобрести всю серию. С помощью этих книг действительно можно стать хорошим детективом. Она умеет убеждать. Детективный жанр – позор профессии. Нелепое и ложное изображение настоящих полицейских и их тяжелого ежедневного труда. Работа полицейского в этих книгах сильно приукрашена. Умалчивается, сколько времени на самом деле требуется, чтобы проверить все зацепки и исключить тупиковые варианты. Мало того, здесь ни слова о том, как психологически тяжело год за годом общаться с теми, кто переживает самые мрачные моменты в своей жизни. Ни разу не упоминается, как эта работа усложняет жизнь родных полицейского. Детективы весьма далеки от правды. Ну что, тебе нужно список книг из этих полок? Конечно, нет. Нет. Полки ломятся от детективов с изображением доблестного дисперского сыщика Дика Малина. Уйти. Нет, нам не нужно, мы хотим правду. То, что быть детективом – это сложно и ужасно. На доску объявлений, спрятанную в нишу маленькими кнопками, пришеплено несколько карт. У доски отошел один из уголков. Карты выглядят старыми и выцветшими. Перед тобой карты Островалии, Ревашоля и Мартинеза. Посмотрите карту Ревашоля. Северное побережье Зеленого острова, изрезанное дельтой реки. Это река Эсперанс. Берега, будто разбитые на осколки, соединены бесчисленными мостами, перекинутыми от городских кварталов к речным островам. Ля Дельта, написанная на огромном искусственном сердце с заостренным центром, где бурлит жизнь. В западнее лежит гряда холмов. Ле Жардан, Стелла Мави, окраины Сен-Батиста, поглощенные мегаполисом. От этих названий веет богатство. Это западный Ревашоль. А что к западу от реки? Курон. Там вполне можно жить, неплохо. Еще есть Джемрок. Вот там паршиво. Там никому не стоит жить, но люди живут. А вот Фабур почти так же паршив, что гораздо больше. Еще Коул Сити. Это хуже всего. А Мартинес? Он так мало, что его даже не видно на карте. Хотя нет, погоди. Вот же он. Узкая полоска берега пососедствует с Ревашольским грузовым портом. К северу от Джемрока. Выглядит прямо, скажем, уныло. Почти как Коул Сити, честно говоря. Нам карты не нужны. Мы с вами походим и сами изучим карту. Так, здесь труп висит. О, какая-то церковь. Набережная. Хижины рыбаков. Ладно, значит, пока что нам здесь делать нечего. Мы хотели сходить в порт, попросить помощи. Что у нас там по заданиям? Узнать, кто входит в эти ячейки профсоюза. А он открыт или нет? Уже. Сколько там времени-то у нас? Четыре часа. Попросить Кима рассказать вам о деле. Узнать информацию о серийном номере. Это только завтра. Части брони нам надо найти. Снять труп с дерева. Ущерб. Найти свое удостоверение. Про одежду мы... Мы спрашивали про одежду. Она сказала, что ничего не видела вроде бы. Кто позвонил в участок, все еще не выяснили. Исследуйте потайные коридоры танцев. Ага. Ну, нам нужно помощь кого-то из порта, чтобы снять труп. В принципе, снять труп у нас сейчас первоочередная сдача. Так что давайте пойдем в порт. Товары из грузов с хаотично разбросанного круг. Закрыто на зиму. Используйте главный вход. Так, а это что такое? Глянцевый журнал «Самые крепкие мужчины». В номере приведен список 10 самых крепких мужчин. «Джамб Джемс». Популярный музыкальный журнал. Мужик, давай с тобой поболтаем, что ли. О, это вот площадь. По карте есть. Смотрите сейчас. Да, это набережная Мартинеза. Мы сейчас сюда вышли. Мы можем сходить сюда до хижины рыбаков, а вот порты уже идут вот здесь. Нам, наверное, туда сначала тогда. «Добро пожаловать, Ревашоль», объявляет грузный мужчина. Реплика обращена не к тебе. Она для Кима. Почему ты так обращаешься к моему напарнику? О, Ревашоль, я знаю. Это где мы сейчас находимся? Не надо мне тут этих «добро пожаловать», рявкает лейтенант. Мой дед приехал сюда из страны, где 3000 лет процветала расистка изоляционистская культура. А твои предки явились на этот остров жалких 300 лет назад. Все научные школы и все правительства терпели в Ревашоле только неудачи. Но я все равно люблю этот город. Он принадлежит мне точно так же, как принадлежит тебе. Да, скажи ему. Он не обращает на тебя внимания. Это такие люди, как вы, разделяют Ревашоль. Из-за вас всем нам грозит гораздо сложнее выкарабкаться из Лимба, куда отбросила нас война. Лимба? Что тут происходит? Да ладно тебе, мужик. Я просто сказал «Добро пожаловать, Ревашоль». Это такая фишка у шоферов. Я очень хорошо понимаю, что вы сказали. Вы думаете, что таким, как я, здесь не место. Что я должен поберечься и вести себя тихо. Но видите ли, в чем дело. Я сотрудник РГМ. Моя работа – следить за тем, чтобы тихо вели себя вы. Советую вам это запомнить. А Ким – достаточно грозный мужчина. Я думала, он будет как-то более слабенький. Тишина. В воздухе между ними повисло напряжение. Поему напарнику нужна поддержка. Вот он, шанс себя показать. Нам говорили, что его не стоит ни в коем случае поддерживать. По крайней мере, когда он промахнулся пистолетом. Ну, я думаю, мы здесь чему-то научились. Без Бекки. Нет, он это не оценит. Как скажете, господа полицейские. Он бесстрастно ждет, сигарета тлеет в его пальцы. От него пахнет мазутом, а дыхание провонялось сигаретами с высоким содержанием смол. Скорее всего, белая астра. Я нашел эту кружку в мусоре. Твоя? Показать ее мужчине. О чем сейчас был этот спор? Что перевозишь? Давайте сначала кружку покажем. Он смотрит на кружку за желтым человеком, а потом вдруг раздражается хохот. Ох, мужик, ох, это просто отпад. Нет, ты поглядишь, что он творит. Давно я так не смеялся. Она твоя? Черт, он утирается слезами. Ну спасибо, повеселил. Но нет, кружка не моя. А о чем сейчас был спор? О биологическом детерминизме. О законах природы. О расовой классификации. Сплевывает он на землю. В наши дни это не самая популярная тема, когда нами правят коалиции и все такое. Может быть, ты захочешь сменить тему, спрятать голову в песок, как обычная овца. Понимаю, кому-то приходится быть непопулярным парнем. А, так ты просто расист. Понятно. Если честно, я совсем не помню, что это значит. Можешь объяснить? На самом деле, я хочу сменить тему. Мы, конечно, можем на него так же наехать, как он на нас. Ну как, он наехал на нас не прямо. Он наехал на Кима... Немножко завуалированно. Давайте первое, ладно. Я не один такой. Слушай, я читаю книги. Они делают резкий жест... Он делает резкий жест рукой, усиливая свои слова. Расовая теория доказана наукой. Хотя и не все желают это принимать. Те люди, которые все это изучают, говорят, что мы с тобой по своей природе превосходим другие расы. Он бросает взгляд на Кима. Так что вполне естественно, что народы, акциденты должны быть главными. Но ты сам понимаешь, что все это во благо. Ясно. А что ты... И что ты еще надумал? Да, по тебе сразу видно, что ты выдающийся образец расового превосходства. Давайте вот так вот его немножко... гасить. Верно, я уже сделал вывод. Хочешь послушать? Ладно, давайте второе. Открой глаза. Ты в последнее время не замечал ничего необычного? Может быть, так не кстати начавшегося спада деловой активности, когда представители высшей расы теряют веру в преимуще... присущее им превосходство. Не перестают состязаться за ресурс... за ресурсы. Да? А в чем проблема? Проблема? У чертовых киптов в последнее время дела идут все лучше и лучше. А у мискидов тоже. Он бросает резкий взгляд на лейтенанта Кацураги. А у всех остальных пришлых паразитов. Еще немного, и они одержат культурную победу. Погоди, а что такое культурная победа? Это то, к чему прямо у нас под носом стремятся кипты с Буги-стрит. И другие тоже. На радио. Ты в последнее время слышал чансонс? Или, может быть, мотетос? И лейды? Нет, культурное доминирование. Вот как они собираются победить. Они так прямо и говорят. Ага. Это правда, продолжает настаивать он. И ты должен понять, какую опасность несет смешение рас. Кто знает, что может случиться, если люди не будут оставаться там, где родились. Может появится новая подраса с неизвестными характеристиками, которая еще сильнее повысит конкуренцию. Поэтому так важно контролировать потомство. Давайте его просто уже нафиг пошлем. Ясно. Что ж, я думаю, что могу поддержать расизм. Нет, это мы говорить никогда в жизни не будем. Это неправильно. Ага. Я такое не поддерживаю, так что иди ты нахер. Ладно, конечно, как скажешь. На самом деле, я и о другом хочу поговорить. Но нам еще вопросы ему позадавать. Ладно, давайте третьим. Давай, вперед, чашет брюхо мужчина. Ты, может, и полицейский, но от надвигающейся беды тебя все равно никуда не едется. Бестрастное выражение лейтенанта Китсураги не меняется, но ты чувствуешь, как что-то шевеленулось в глубине его души. Стержня в нем пока что нет, думает лейтенант. Выкрутился, как червяк. Да блин, ну, ну, я хотел, если бы я ему сказала, чтобы он пошел нафиг, он бы не хотел с нами разговаривать, а нам еще вопросики ему надо позадавать. Что такое? Яйца сжались? А у тебя была куча возможностей свернуть с этой дороги, но нет, ты позволил ему вещать. А когда пришло время сделать выбор, ты выбрось, ты попробовал угодить и вашим, и нашим. Слабак. Ладно, больше так не делаем. Что перевозишь? Да сейчас, как видишь, ничего не перевожу. Приехал за грузом, а докеры решили забастовку объявить, так что теперь только сидеть на жопе и остается. Погоди, так сколько уже все это длится? Забастовка-то? Давно. Месяц, а может уже и два. Но вот это, показывает на грузовике, только неделю назад началось. Какой ты груз должен был забрать? Яблоки. Яблоки? Да, яблоки. Я так понимаю, ты что-то еще хотел спросить? Он мастерски ушел от ответа. Остается только признать поражение. Блин. В итоге мы ему проспорили. Еще и ничего не узнали. Ничего не смогли сделать. О, у нас появился магний. Фритте. Автограф сохранен. Так, а это что за... Я пока что не могу туда попасть, да? Ну ладно. Какой-то магазинчик. Витрина с безделушками. Ты видишь несколько дождевиков на полке под стеной с кроссанами и соком. Дождевики полностью прозрачны, за исключением огромной надписи Фритте на спине. А что это такое? Где что? Девушка перевешивается через прилавок, чтобы увидеть, куда ты показываешь. Эм, дождевик? Не? Если хотите купить, он стоит всего 4 риала. Она постукивает по витрине. Дождевики терпеливо ждут, когда их купят. У нас есть деньги, но зачем нам дождевик? Но мы запомним, что он тут есть. Пока что он нам не нужен. В радио играет меланхоличная попса. В углу стоит автомат по приему тары с надписью 1 бутылка 10 сантимов. Что это за аппарат? Че? Продавщица отрывает взгляд от журнала. А, это автомат для тары. Понятно, но что он с собой представляет? Девушка удивленно поднимает бровь. Ну это аппарат для тары? Ну как? Находишь тару, бутылки, там или что? Кладешь туда, а он деньги выдает. Ясно, а как собирать эту тару? Ну, пакет надо, не, у нас были, но все потратились. Так что, она смущенно пожимает плечами. Но если найдете пакет, можете воспользоваться. Уверена, они где-то есть, там, где-то там. Нам нужно найти где-то пакет в мусоре и собирать тару, чтобы собрать себе на возмещение долгов. Небольшой шкафчик с медицинскими флаконами, назальными спреями и пластырями. На упаковках логотип Сан-Батист Харма-Сит-Юкс. Ага. Магния, друамин, назафет, гинтагамы. Угу. Понятно. А тут сигареты, да? Разноцветная витрина с сигаретами и алкоголем приглашает подойти поближе. Бутылки мерцают, будто подмигивают тебе. Сигареты тоже призывно блестят упаковками. Ты будто в маленьком раю. Даже колени подкашиваются. Там, за темно-зеленым стеклом рубиновое море попадает зря. Великая полноводная река тепла, вино, пиво, любовь. Ничего не говорить, просто любоваться. Так себе местечко для того, кто пытается бросить. Эм, наверное, нет. Она смотрит на полки позади себя, управляя козырек. Я обязана предупредить, что алкоголь и сигареты опасны для здоровья. Хотя, кажется, вы и так в курсе. Я могу купить сигареты, я могу купить пиво. Мне это пока что не надо. Давайте с ней хотя бы поболтаем. Может, что полезное скажет. Добро пожаловать во Фрите. Рада предложить вам широкий ассортимент и все такое. Товары на полках. Она снова утыкается в журнал. Что это за журнал, она читает? Прежде чем мы продолжим, что такое Фрите? Фрите, ну не знаю, Фрите. Она пожимает плечами. А что такое Фрите? Фрите, продуктовый магазин, не? Почему название в три буквы Т? Они думают, что дополнительное Т добавляет оригинальности. Она презрительно пережевывает жвачку. Нифига. Что это у тебя за журнал? Этот-то она смотрит на обложку с кричащей яркой фотографией двух целующихся девушек. Это поп-звезды. Там типа про знаменитых людей, угу, не продается. Похоже, на странице 34 также есть раздел «Полис де ла мод». Это интересно. Мне нравится довольно футуристично. Это все не важно. Что это за полиция моды? Мне даже не интересно. Не знаю, чем я спросил про этот журнал. Нет, нам интересно про полицию моды. Ну, типа оценивают прикиды известных людей не по фану, типа. Жестко так. Определяют, кто самый стильный. И кто там сейчас намбул ван? Кто-то вроде этого парня показывает на себя. Не, вряд ли. Мы не из полиции моды, кем смотрит на тебя и поясняет. Мы из настоящей полиции. Ну, тут да, не поспоришь. Ладно, у нас есть парочка вопросов. Эм Лан, правда, мне типа особо нельзя ни с кем тут болтать, но у Фритты есть склад позади Трипья в танцах? Танцы в Трипье. Склад? Не знаю, может быть. Я не особо интересуюсь делами Фритты. Да ладно, расскажи хоть что-то полезное. Она смотрит из-под лобья. Ладно, у Фритты нет склада, только маленькая подсобка прямо здесь. Ясно? Можешь что-нибудь рассказать о Трупе? Да я как бы ничего и не знаю, только что он типа есть. Но сама не видела, так что... Ты знала покойного? Как-то не особо. Не особо, то есть немного знала? Эм, нет, вообще не знала. И давно он там? Не знаю, очень давно, не. Что по-твоему произошло? Эм, не знаю, чё? Не стоит волноваться. Голос лейтенанта звучит успокаивающе и профессионально. Это просто стандартная процедура опроса. Если что-то услышите, дайте нам знать, хорошо? Лон, спасибо за помощь. Она явно не горит этой работой. Она ей вообще не нравится. Желтые розы, десятки роз, а еще тюльпаны. А желтые розы, признаки разлуки. Деньги! Деньги! Деньги лишними не бывают. Ага, мы пришли... Куда мы пришли? Недостаточно информации для полной карты. Зови меня маньяна. Ты антистанчик? Спрашивает человек с веселыми глазами, наклоняя голову. А что такое антистачник? Такой червяк, которому ничего не нужно от жизни, лишь бы не сдохнуть. Они приходят и хотят делать нашу работу за дерьмовую оплату. И нас наебывают, и самих себя. В итоге все проигрывают. Погоди, но откуда они взялись в таком количестве? Понятия не имею. Откуда-то из-под земли, наверное. Похоже, они тебе не очень нравятся. Чтобы стать антистачником, надо быть или до нельзя тупым, или невозможно подлым, или, наверное, напуганным. Но кого или чего они боятся? Он, прищурившись, взглянул в толпу, словно пытаясь отыскать причину их страха. Я лично лучше буду просить подаяния, чем за гроши работать антистачником. Если бы эти господа, что орут там на улице, пришли, умоляя, может, они что-нибудь и получили. Ну, не знаю, просить милостыню. Я бы не стал ни то, ни другой, если честно. Хотя, если совсем припрет. Ну, это сложный вопрос. Пока ты не кажешься в такой ситуации, ты на него не сможешь ответить. Точно. Вы пробовали с ними поговорить? Мы объяснили свою позицию, но они нас даже не слушали. Они бы давно разошлись по домам, если бы этот здоровяк все время их не подсуживал. Ага, я полицейский. Ага, я просто дурака валяю. Он улыбается и от этого его морщины становятся еще глубже. Никто никогда не видел антистачника полицейского. Но вот представь себе, вы, копы, устраиваете забастовку, а потом приходят другие копы и говорят, теперь мы будем копами за меньшие деньги. Он усмехается, а потом осознает происходящее. Кстати говоря, что здесь на Диком Севере делают РГМ? Прибыли поглядеть на нашу драчку? Я прибыл в Мартиз расследовать убийство. Убийство значит? Наверное, это ужасно много работы. Лично я расследовать убийство не стал бы. Ну, да. Ты прав, убийство почти невозможно раскрыть. Я на 91% уверен, что у меня ничего не получится. Прошептать. Я понятия не имею, что я делаю. Может, ты поможешь мне и расскажешь, кто это сделал? Ну, мне вообще нравится третий вариант. Ну, хотя, мы его будем фактами бить. Может, и не получится. Лично я даже не понял бы, с какого конца за это браться. Тут в порту честному члену профсоюза куда лучше. Мне нужна помощь в ситуации с трупом. Труп все еще висит на дереве, да? Он поглаживает подбородок, словно размышляя над своим мировоззрением. Эх, вот пакость. Тут я тебе никак не помощник, извини. А откуда он знает, что труп висит на дереве? Он же не знал, что мы приехали сюда из-за убийства. Мне кажется, он что-то знает. Я видишь, что я не любитель бертвяков. Может, кто еще в профсоюзе тебе поможет? Это значит, что ты пропустишь меня через ворота? Я этим не занимаюсь. Я не открывающий проход. Проход сам себя открывает. Вот так просто. Я могу просто взять и войти. Ага. Пройди только мимо головомера и заходи. Мимо головомера? Да, это двух с половиной метровый низкий расист наверху. Показывает он на мост над воротами. Просто пройди мимо него. Так. А потом нажми кнопку, чтобы отбирать дверь. Все не так просто, как мы думали. Ага. потом снова пройди мимо него. Так. И через офис ты окажешься в порту. Еста. По какой-то причине мне кажется, что это будет совсем нелегко. Ага, понятно. Но сначала я хочу задать несколько вопросов. Сначала первое. Не переживай, я уверен, что теоретически это возможно. Например, ты можешь взять верх над головомером в поединке. Или ты мог бы принять его семенинский расистский образ мышления. Или это и вправду совершенно невозможно. Кто-нибудь когда-нибудь брал над ним вверх в поединке? Нет, пока что нет. Он весьма силен. Кто-нибудь из антистачников пытался принять его образ смысле. Сам Жан-Люк сказал бы, что его философия оказалась для него для антистачников слишком героической. Недостаточно интуитивно. Ясно. И еще одно. Само собой. У меня сейчас небольшая беда с деньгами, ты меня не выручишь. У него денег еще меньше, чем у нас, я уверена. Для чего вообще устроили забастовку? Ну ты знаешь, тут дела серьезные. ты спроси нашего шефа, он тебе наверняка радостно все расскажет. Он любит поболтать, и его так и тянет поговорить о забастовке. Возвращайся, когда встретишься с представителем профсоюза, и когда тебя получше узнается, когда ты лучше узнаешь об организации. Угу. Вон оно что. Что нам делать? Нам нужно вообще помощь. С кем мы еще можем поболтать? Решольский грузовой порт. О, вот с ним можно поболтать. Громила, здравствуй. Лидер антистачников. Ублюдки! У нас есть право работать! Ред мужчина на портовые ворота. Голос у него самый громкий из всех собравшихся. И удивительно скрипучий для человека таких размеров. Что тут происходит? Ща! Все замерли и не шумим! У нас тут копы! Широкоплечий главарь поворачивается к тебе. Он как минимум на голову выше всех остальных, кто здесь собрался. Ты явился, чтобы устроить нам проблемы? Изобьешь честного работягу? С какой-то стати. Мы здесь, чтобы бороться за правое дело, а люди в форме вечно препятствуют тем, у кого есть правое дело. Тогда наверное нет. Хорошо, мы тут боремся за правое дело. Он поворачивается к воротам и продолжает скандировать. Право работать! Право работать! к тому же мы с тобой в одной лодке. Он проходит чуть ближе. Хорошо бы люди увидели как коп и штрейберхер стоят и о чем-то болтают. Это доказывает, что власть не на нашей стороне и придают уверенности. О каком праве идет речь? В правом деле? Не сказал бы, что я уже выбрал сторону. Как бы ни было, у меня к тебе есть вопросы. Ну вот он огромный, наверное он сможет нам помочь снять труп. Но мне кажется он захочет что-то взамен. А что мы ему можем предложить? О каком правом деле идет речь? Права людей, права рабочих, оплачиваемый труд, работа и зарплата, позволяющая прокормить семью. Может ты лучше им будешь вопросы сдавать? Например, почему нам не позволено зарабатывать здесь на жизнь, позор вам. Нам надо семьи кормить кусок ты дерьма. А нам не надо антистачник. Я тоже хочу упасть в порт. Развлекайся. Профсоюз устроил полномасштабную забастовку. Вряд ли тебя пропустят за ворота. Ты хочешь встретиться с их жирным начальником? Я расспрашиваю людей об убийстве, которое произошло за гостиницей. я ничего не знаю про убийство. Когда ты сказал об убийстве, он едва заметно напрягся. Интересно? Совсем-совсем? Не удивлюсь, если убийцами окажутся эти говнюки из порта. Они готовы на все, лишь бы удержаться. право работать. Он снова протряс своим тяжелым кулаком, а потом проворачивается к тебе. Почему полиция не вмешивается? Это настоящий позор. Вызови подкрепление, открой для нас ворота. Не давай рабочим зарабатывать на жизнь. Преступление. Я в этом не разбираюсь. Мы пока что не выбираем на чьей мы стороне. Жаль. Дайте нам работать. Я думала мы попросим его помочь нам снять труп с дерева. Кто такие это эти штре пехеры? Честные мужчины и женщины с правами например на работу на то чтобы быть полезными а не пешками в играх корпорации. Мужчина приводит рукой по седым по военным подстриженным ежиком волосам. Мы пришли сюда чтобы помочь порту нормально функционировать во время кризиса. Повсоюзные ублюдки работать не хотят. Так впустили бы тех кто хочет работать. У меня есть вопрос. Почему все эти люди вас слушаются? Думаешь они пошли за мной просто потому что я сильный и громкий? Нет просто они следуют законам рынка законам экономики потому что нам дали работу что именно вы добиваетесь? Нам обещали работу и мы бы уже были там и работали если бы эти козлы не закрыли ворота. А вы не поможете их просто пробить? Главные ворота заперты чтобы их пробить понадобится тяжелая артиллерия можно конечно попробовать пройти через офис секретаря но дверь заперта а у пульта управления стоит охранник и я если что не про этого доходя гул мискица показывает он на докера похлаждающегося на лестнице я про этого черепомера или как его там погоди черепомера здоровенного семенинца что стоит на проходе наверху он никого не пропускает а пульт управления прямо за его спиной неужели вам настолько сложно справиться с одним человеком вы вроде ребята крепкие сложно он стоит на узком мосту это стратегически выгодная позиция и его учили драться я не знаю зачем там профсоюзы там профсоюз тренированный убийца но с ним лучше не шутить к тому же мои люди устали и проголодались они рабочие они бойцы вы не думали взять в рот толпой а почему бы тебе вместо этого не пойти туда и не арестовать их уверен за ними много всякого дерьма водится сразу видно преступники было бы лучше если бы вы отправились по домам в крайней мере сейчас когда вы все равно не можете попасть внутрь нет рано или поздно они сдадутся или напьются оставят пульт без охраны и тогда мы атакуем пока что у нас не так много вариантов здесь мы были можем сходить в сторону церкви где там она подожди тут еще какой-то проход есть может здесь что-то будет оно же не просто так а мужик мужик стой мужик есть мужик я простак я охотник собиратель смелый странник бормочет себе под нос мужчина делая акцент на ритме неплохая ритмичная зарисовка похоже он придумывает на ходу слушать дальше как пришелец из других миров привет что тут происходит затор дружище он широким жестом показывает на скопище грузовиков востока тянет плотной смесью запахов запахов края нефть тяжелые металлы и другие побочные продукты современной эпохи ты почти что чувствуешь это на вкус затор что это пробка подобной которой еще не было на нашем веку ворота впор дальше по улице закрыты и не открываются никто ничего не объясняет рабочие бастуют антистачники орут в общем полный пиздец ну а мы застряли тут в этом лимбе для дальнобойщиков это длится длится и длится в лимбе да так вот куда я попал да да именно так ну вот мы все и выяснили видишь он тоже согласен это преддверие загробной жизни и сколько ты уже тут торчишь да ощущение уже такое что всю жизнь как будто я родился на этом перекрестке и ничего кроме него не видел лишь я металл и шины масло нафта вы че ону сказать но я тебя понимаю я не совсем понимаю что ты сейчас сказал ага только представь себе тут такое уже целую неделю смешок выходит немного грустным ну так что что тебе нужно расскажи побольше про эту запастовку ты знаешь что-нибудь о мертвеце он не из водителей я точно знаю шофера все на месте а так я особо не интересовался я торчу тут теряя время и веду бурную деятельность он не солгал тут сразу видно правду от мрачника он держится подальше деятельность какую анализирую фундаментальные структурные и психологические последствия прозябания посреди моря грузовиков и их унылых и подавленных шоферов и какому ты пошел выводу удивительно что на деревьях больше трупов не болтается вешаться просто из-за того что ты стоишь в пробке вот такое себе и что именно ты перевозишь да всякую ерунду первоклассные наркотики нелегальное оружие надо его арестовать это я всегда хотел чтобы у меня был друг в преступном мире да нет дружище это шутка фаун это честный и чистый бизнес сейчас у меня груз спортивных товаров ну тренировочные костюмы и все такое прочее их обычно отправляют в град и акцидент хотя в последнее время мы активно осваиваем и осваиваем и иранский рынок выходит ничего нелегального нет если только спорттовары не объявили вне закона пока я был в дороге это твоя машина у тебя за спиной это ласточка ага она как сыпь от которой никак не избавишься а что такое интересуешься тяжелой техникой просто спросил потому что не знаю наверное это полицейский рефлекс да грузовики классные классные чтобы перевозить большие грузы на дальние расстояния а то ведь детишки в уамрау и лиранбюрте ждут не дождутся за их спортивных костюмов Паун вот опять нотки грусти за внешним спокойствием он думает что слишком уж много времени проводит за рулем грузовика можно мне один тренировочный костюм из груза мы с тобой конечно друзья но я не могу просто так раздавать из грузовика товары начальство не обрадуется ну ладно человек ритмично постукивает пальцем по руке что ты видишь в его глазах о давайте импачу проверим свою да ну ну как так ну всегда неудача спокойно не заходи слишком далеко кажется это что-то личное парень у тебя печальный вид что с тобой такое я в порядке затор меня доконал дым радужные химические разводы натянутые на рамы презент спят моторы погружается он в свой ошеломлительный водоворот слов может не стоило переть напролом черт это сложное дело заглянуть другому в глаза и не облажаться что ж ладно бывай он отдает тебе честь двумя пальцами тяжело ему конечно так что мы за сегодня узнали мы за сегодня узнали что там забастовка чтобы пройти на завод и найти какого-нибудь мальчика покрепче который поможет нам снять труп нам нужно пробраться за ворота за ворота мы пока что пройти не можем надо будет поболтать с тем громилы наверху и посмотреть сходить до церкви до хижин рыбаков глянуть что они вообще там могут может там правда что-нибудь полезное и надо дождаться пока у профсоюза начнется собрание это самые основные у нас задачи тогда думаю можно на сегодня закончить на этом мы закончим на сегодня в следующей серии будем дальше проходить все всем спасибо за просмотр буду очень рада вашей подписочке буду очень рада если вы еще раз к нам заглянете все всем спасибо